Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Заработок, прогулка, тренировка, служба занятости готова сделать школьные каникулы полезнее. Ну, как бы белые брюки. Не знаю, если, конечно, ты не свинья, то можно нормально в них работать. Опять 0-1. Футбольный Ростов проиграл на сборе второй команде Венгрии. Грабитель ювелирного салона в городе Камышин в Волгоградской области задержан в Азове. Прогремевшее на всю страну нападение в стиле детективных фильмов было совершено 18 июня. Трое вооруженных мужчин в масках вбежали в салон, уложили на пол охранника и посетителей и за 20 секунд нагребли в сумку драгоценностей на 5 миллионов рублей. Их машину Ниву-Шевроле пытались остановить автоинспекторы. Какое-то время преследовали на трассе Камышин-Волгоград. На требование остановиться преступники не реагировали. Для остановки автомашины 39-летний лейтенант полиции, который находился на переднем пассажирском сидении, произвел один предупредительный выстрел вверх и два выстрела по колесам автомашины из стабельного оружия. Преступниками был открыт ответный огонь через стекло задней двери. Автоинспектор в цель не попал, а грабители ранили водителя машины ДПС. Пуля задела голову по касательной. Преследование пришлось прекратить и преступники скрылись. Но, как оказалось, ненадолго. Одного из них, 41-летнего жителя Азова, через 4 дня задержали в его родном городе полицейские и ростгвардейцы Волгоградской и Ростовской областей. Задержанный в преступлении сознался. Кто сотрудник АГАИ стрелял? Я стрелял сюда. С какой машиной? С ним. Оружие какое было использовано? Переделанные травматические стечки. Расследование этого дела продолжается. Участников задержания грабителя представят к наградам. 4 года колонии общего режима за мошенничество, взятки и превышение должностных полномочий. Такой приговор вынес ростовский гарнизонный суд полковнику 4-й армии ВВС и ПВО Анатолию Куцеволу. По данным уголовного дела, военный брал взятки за мнимую помощь в призыве на контрактную службу и вымогал деньги за перевод коллег на вышестоящей должности. Кроме того, у дома у тещи Куцевола по его приказу строили и ремонтировали рядовые и контрактники. Следствие шло почти год. Куцевол вину так и не признал, но все равно проведет за решеткой 4 года, восполнит 350 тысяч ущерба и заплатит 400 тысяч штрафа. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то, что подсудимый ветеран боевых действий. У него малолетний ребенок и нуждается в уходе мать. Дон входит в десятку регионов-лидеров России по вводу жилья. С начала года у нас возвели более 750 тысяч квадратных метров. Похвалил замгубернатора Сергей Седаш на встрече со строителями. Помимо успехов отрасли за круглым столом поговорили и о проблемах долевого строительства. Сегодня мы уже работаем над внесением изменений в законодательство поддержку участников долевого строительства. И хотим говорить с бизнесом, чтобы на взаимовыгодных условиях они нам помогали решить эту проблему. Наша задача стоит ни одного долгостроя. Будет на Дону и своя реновация. На месте аварийных домов будут возводить новые. Это дешевле, чем осваивать новые территории. Ведь не придется тратиться на прокладку коммуникаций и дорог, строительство детсадов и поликлиник. Все это уже есть. Деловой форум Альфа Бизнес Уик объединил больше 700 предпринимателей. Здесь искали точки роста малого бизнеса в секциях лидерства и самомотивация, зарядка для вашего бизнеса, финансы, клиенты, команда и даже эксперты футбола о бизнесе. Это уже второй подобный форум Альфа Банка, вызвавший большой интерес донских бизнесменов. Это не просто семинар, это и живое общение. Сюда приходят делиться своим опытом и учиться на чужих ошибках. Участие в таком форуме помогает избежать промахов в бизнесе. Одна из таких, я сказал, уже «Демчужина» – это сессия «Сравни себя», на которой выходят смелые предприниматели Ростова-на-Дону, рассказывают о том, как они делают бизнес, рассказывают про свои проблемы. Мы, эксперты, помогаем им сделать их бизнес лучше. На сессии «Сравни себя» эксперты оценили несколько бизнес-проектов, указав на ошибки и возможности развития. Альфа Банк не только зажигает идеи для бизнеса, но и дает всю информацию по изменениям в налогообложении и законодательстве. Мы хотим быть больше, чем банк, для наших клиентов. Сегодня мы отвечаем на самые важные вопросы малого предпринимательства. Сегодня мы говорим о законодательстве, о продвижении бренда, о развитии продаж. Это именно то, что сегодня интересует наших клиентов и то, что у них болит. В перерывах между семинарами участники играли в интерактивный футбол, делились впечатлениями и высказывали свои пожелания. Мероприятие очень интересное, было очень насыщенным, я бы сказал, мотивирующим. Спикеры про финансы очень интересные, Михаил Смолянов, если не ошибаюсь. Даже надеюсь с ним еще побеседовать. Получить нужную информацию и завести полезные знакомства могли участники форума. Многие находят здесь поставщиков и потребителей своих товаров и услуг, внешних партнеров, которые помогут в бизнесе. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. И заработал, и на свежем воздухе побыл, и за животными понаблюдал. Физический труд, например, в зоопарке готов отблагодарить донских подростков на каникулах. Этим летом областная служба занятости планирует трудоустроить 15 тысяч школьников 14-18 лет. Четыре тысячи делом уже занялись. Давай тряпочку. Значит, не забываем, что всем острием каждого инструмента мы кладем вниз. Подвигаем вот так, чтобы для прохода было людей. Трудовой день школьников в зоопарке, как и у штатных работников, начинается 8. Уличный дресс-код свободный. Только учтите, работа пыльная и на ногах. Но даже на благоустройстве в женщине должна быть загадка. И обувь без перерыва на работу делает женщину женщиной. Ну, как бы белые брюки. Не знаю, если, конечно, ты не свинья, то можно нормально в них работать. Елизавета Качалян на работу, как на праздник, пришла первый раз. Говорит, мама настояла, когда узнала, что будут телевизиончики. А вообще сюда одевается удобно – джинсы, майка, кроссовки. Школьница трудится в зоопарке уже второе лето. Вот тут же животные, поэтому как бы и на улице больше времени проводишь, чем в телефоне там сидеть. Ну, как бы и деньги зарабатываешь. То есть сейчас, мне кажется, все подростки вот ищут работу. За 4 часа подростки успевают подмести всю территорию, убрать мусор и сорняки. Устал – отдыхай по 15 минут каждый час. Для кого-то это физический труд, а, например, для Владимира Вершака – почти тренировка. Этот труд – это как бы тот же спорт. Та же самая утренняя разминка. И вот там руки, ноги, все разрабатывается у тебя со временем. 17-летний парень здесь уже пятый год. И это помогло выбрать будущую работу. Планирует ухаживать за животными. Зоопарк, кстати, самое востребованное место летней работы школьников. Но вакантных мест за месячную смену всего 30. По трудовым книжкам идет. У них стаж накопительный, конечно, дети. Поэтому и стараются все время из года в год быть по три месяца, по четыре месяца. И работать. И в конце этого получается, если все вместе суммировать, если каждый ребенок каждый месяц работает, около двух лет. За месяц школьник получает здесь чистыми 6,5 тысяч рублей. Всего на тысячу меньшим род. Дополнительно к заработной плате, которую он выплачивает предприятие или организация, он имеет возможность получить за счет службы занятости материальную поддержку в размере полутора размеров. Минимальная плата пособия по безработице – это 1275 рублей. В городах школьники благоустраивают парки, скверы, спортивные школы. На селе заняты на уборке урожая и плода в овощных базах. На ближайшие несколько дней забываем о возрасте и все вместе празднуем День российской молодежи. Его всевозможные концерты, выставки, соревнования и флеш-мобы растянутся на несколько дней и начнутся уже завтра. День молодежи для областного комитета по молодежной политике – не только повод для организации праздника. Накануне вспоминают значимые мероприятия года, в их числе «Бессмертный полк» ко Дню Победы, новая акция ко Дню России, когда по центральной улице Ростова пронесли самый большой в стране флаг. День российских студотрядов, строительные, педагогические, сельскохозяйственные и другие направления ударной работы объединили 4,5 тысячи человек. Все 55 муниципалитетов в области охватил традиционный образовательный проект «Молодежная команда губернатора». Больше 7,5 тысяч человек учились работать в команде. Проводятся игры Межрегиональной Донской Лиги КВН. Сейчас готовятся к следующим не менее серьезным мероприятиям, например, Сентябрьскому форуму «Агрария Фростов» – Международному фестивалю России и Белоруссии. Ну а самым грандиозным называют Всемирный фестиваль молодежи и студентов – третий в нашей стране после 1957 и 1985 годов. В рамках этого фестиваля мы примем иностранную делегацию. 100 человек к нам приедут с 14 по 17 октября, и мы их познакомим с Донским краем, с Ростовской областью. Это региональная программа фестиваля, где мы выиграли конкурсный отбор. Всего таких регионов 17. В Комитете по молодежной политике напоминают, молодые и активные дончане могут рассчитывать на господдержку по различным направлениям – учеба, работа, приобретение жилья. Реализуется и государственная программа Ростовской области, молодежь Ростовской области, областной закон о реализации государственной молодежной политики в регионе. Достаточно обширная нормативно-правовая база на сегодня есть. У нас есть стабильное финансирование на уровне региона и на уровне муниципалитетов, которые ежегодно, хоть немножко, но увеличиваются. И это дает возможность молодым людям больше реализовывать своих инициатив и проектов. Но вернемся к празднику. Мероприятия в честь нероссийской молодежи пройдут во всех городах и районах. Главная площадка – на ростовской набережной у памятника Шолохову. 27 июня с 5 утра до 10 вечера там проведут различные акции и конкурсы. Одной из изюминок станет мастер-класс по уличному баскетболу чемпиона России Виктору Кейру. А в завершении – концерт, пенная вечеринка и праздничный фейерверк. Инна Панфила, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Вторым поражением завершил первый тренировочный сбор футбольный Ростов. На матч с серебряным призером чемпионата Венгрии Ведиатоном впервые вышли несколько новичков – Макеев, Вилюш, Юсупов. Но опасностей наш клуб из чужих ворот практически не создал. А на 71-й минуте пропустил. После навеса с фланга Вилюш до мяча не дотянулся, а Обивалин соперника не удержал. В итоге на сборе в Австрии наша команда проиграла оба матча со счетом 0-1. Второй сбор начнется в этой же стране уже в понедельник. Это все новости к этой минуте. Программу «Неделя на Дону» смотрите в 18.30. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Хай-рабами.